Итак, мы сегодня начинаем с вами обучение и с сегодняшнего дня по вторникам у нас всегда проходил вебинары по бизнесу и мы теперь запускаем тему планирования. Теперь на определенное количество времени, сколько точно не скажу, у нас будут по вторникам темы по планированию, они все будут абсолютно разные и почему мы решили это сделать, потому что мы прекрасно понимаем, что у многих есть проблема с этим. Есть люди, которые вообще не планируют, есть люди, которые планируют, но не достигают результата, есть люди, которые планируют неверно, завышают свои какие-то данные, ставят высокие цели. Высокие цели нужно ставить, но завышать результат и потом его не достигать и получать негатив это немножко плохо. Важно ставить стратегическую цель далеко, но на первичные действия все-таки нужно ставить небольшие цели, относительно небольшие, рассматривая от вашего результата, потому что не каждому дано прям вот расти мощно и не каждому дано достигать сразу же в короткие сроки великих достижений, ну то есть великих, знаете, планок. Поэтому сегодня мы с вами поговорим больше о правилах, которые необходимо знать и которые многие забывают, потому что спланировать можно, но если не знать эти правила, то результата не будет. Итак, мы начинаем планирование своих результатов за период по неделям, расчет контрольных точек. Давайте перейдем и постепенно с вами разберем разные направления. Основы для планирования. Я специально для вас написала самые основные такие моменты, на которые необходимо обратить внимание, прежде чем вы начнете планировать свой результат. Первое. У вас должна быть определена цель. Без цели действия не принесут никакого результата. Без цели вы никогда не пойдете туда, куда вам нужно. Без цели вы не сможете понять, что вы хотите получить по итогу. Поэтому у вас должна быть определена цель. И об этом огромное количество видео и вебинаров мы с вами проводили, вы проходили. И вы можете, если вы не проходили, если сейчас присутствуют новички, вы можете обратиться к своему директору. Он вам обязательно сбросит подборку вебинаров по целям, и вы сможете их просмотреть в то время, когда вам удобно. Итак, что же входит в определение цели? Это обязательно конечная, ограниченная во времени цель. То есть вы должны определить точку, когда вы туда придете. Только тогда, если вы ограничите во времени, у вас, знаете как, вы поставите себе планку выбор без выбора. Вам придется это делать. Знаете как, если привести пример, например, из жизни. Когда у нас заболевает зуб, мы ставим себе утреннюю планку бежать быстрее к врачу для того, чтобы он его вылечил. У нас нет выбора, иначе мы просто будем мучиться. Вот в бизнесе то же самое должно быть. Вы должны поставить такую планку, такую цель, которая будет ограничена во времени. Следующий момент. Разбить ее необходимо по году, по кварталу, по месяцу, по периоду, по неделям. Если вы не разбиваете это на этапы, то вы не можете контролировать это. Если вы просто сказали, хочу вот в следующем году, там в 2018 купить себе машину. Когда, что вы должны для этого сделать? Какой доход должны вы получить? С кем вы будете это делать? То есть обязательно нужно расписать. Почему это нужно расписать именно по разным этапам, по разным временным рамкам? Тогда вам будет на каждой... У вас получатся свои контрольные точки вот в этом направлении. И когда вы доходите до определенной контрольной точки, вы видите, идете вы по плану или не идете. Если вы не идете по плану, вы сможете скорректировать. Вначале делается цель стратегическая, потом она корректируется. Корректируется под себя, корректируется под вашу команду, которую вы создадите. Корректируется под ситуации, потому что жизненные ситуации бывают разные. Корректируется под форс-мажоры. Под разные моменты корректировка происходит. Но если нет у вас контрольных точек вот по этим этапам, не получится действительно достижение цели. Второе. Вы должны четко понимать, зачем вам это нужно. То есть зачем вам нужна эта цель. Почему у вас это желание возникло. Вы должны понимать, что по итогу вы получите. На что потратите заработанные деньги. Если вы зарабатываете деньги ради денег, дабы жить хорошо, то не факт, что вы туда дойдете. Если вы зарабатываете на что-то, то у вас уже, знаете, как рисуется план в голове. Вы уже рисуете картинки, как вы это получите. Вот, например, когда я запланировала делать ремонт, то я изначально нарисовала картинку, как это должно быть. То есть я составила дизайн, я определила, где будет стоять какая мебель, какие должны быть обои. Потом в процессе ремонта я уже что-то корректировала. Что-то видоизменило какой-то стиль. Что-то видоизменило какую-то цветовую гамму. Но основа по итогу моего ремонта, поставленного за два месяца, у меня чуть-чуть сдвинулось. Два с половиной месяца получилось. То есть около трех. Но в любом случае, по итогу я пришла к тому результату, который я запланировала изначально. Я понимала, что я зарабатываю деньги для того, чтобы это случилось, чтобы моя мечта реализовалась. Вы должны это сделать обязательно. Вы должны понимать, ради чего вы зарабатываете деньги. Куда вы их потратите, чтобы получить удовольствие. Потому что бизнес – это удовольствие. Это те деньги, которые вы потратите на свое удовольствие, на то, чего вы хотите. Второй момент во втором пункте. Какие эмоции, какие ощущения, какие удовольствия вы будете получать. Вы должны чувствовать это. Если вы запланировали цель, например, и поняли, что вам это надо, но вы не испытываете никаких чувств, значит, это не ваша цель. Значит, она придуманная. Если вы понимаете, что когда вы будете это иметь, вы будете получать неописуемые ощущения, вы будете понимать, что вы в каком-то комфорте, в кайфе, в удовлетворении, у вас аж, знаете, как аж мурашки по коже идут, тогда, значит, это действительно та цель, ради которой вы будете двигаться. Третий пункт. Прежде чем перейти к планированию, вы должны четко понимать, за счет чего вы можете получить этот результат. Мы все работаем в компании Фаберли. Гораздо сложнее, когда люди работают на предприятии. Хотя там тоже есть определенная зарплата, и когда просто люди накладывают, что они могут купить за эту зарплату, например, отложив или накопив эти деньги, ну, у них просто получается желание более по низкой цене. В MLM бизнесе, в компании Фаберли есть шикарная возможность реализовать все свои мечты. Я вам это точно говорю. Я говорю, что когда в определенный момент я запланировала крупные себе цели, у меня их было прописано 15, и они были очень дорогие и очень крупные. Я их запланировала, я их записала, и в конечном итоге по очереди я сейчас их реализую. У меня одна только цель оттуда осталась. Одна единственная из 15. Все полностью я реализовала. Поэтому очень важно понимать, за счет чего. Первое, это, конечно же, компания Фаберли, маркетинг-план и бонусы, и объемная скидка, и доходы, и квалификации. И все это может вам в помощь прийти. Но помимо этого у вас, у каждого, есть ресурс от вашей команды. Потому что это и обучающие процессы, и куда вы можете включить кого-то. То есть все инструменты, которые дает вам компания, все инструменты, которые дает вам ваша команда, и устратовая структура Светланы, команда, и курячей моей структуры, команда, и Юлика Питоновая команда, все ресурсы, которые есть, все инструменты, которые вы можете взять в багаж свой, вы можете это все использовать для ускорения, именно для получения результата. Но вам это нужно расписать, какие инструменты будут вам в помощь. Следующий момент, какой ресурс необходимо наработать. Возможно, вы понимаете сейчас, или будете понимать, что чего-то не хватает. Возможно, дополнительно необходимо будет пройти какое-то дополнительное обучение, чтобы реализовать именно ваш план действий. Возможно, вам, как вот говорил БМ, прикрепиться нужно будет к своему ближайшему директору или наставнику как помощник для того, чтобы впитать максимальное количество знаний, которые знают ваши директора. Уцепиться и просто задавать, задавать, задавать вопросы. Для этого у нас есть у всех в наших командах чаты, которые дают возможность задать любой вопрос, и стесняться не нужно, потому что чем больше вы задаете вопросов, тем больше уровень компетенции у вас поднимается. И вот этот пункт, какой ресурс необходимо наработать, которого у вас не хватает, то, чего вы не умеете делать, те компетенции, которые вы не умеете делать, вам нужно определить. И когда вы это определите, задать вопрос наставнику, но лучше вышестоящему директору скажите, вот мне нужно вот то-то, то-то. Где я это могу взять? И тогда ваши директора и наставники вас направят и покажут. Иди, например, в бизнес-игру, или иди, например, в курс спикерства, или иди, например, в курс лидерский, или иди вот-вот, купи вот такой курс, инвестируй туда деньги. Например, Светлана Устратова сейчас дает курс, как вообще развиваться на YouTube-канале. Не дешевый, но он стоит того, потому что благодаря этому вы получите шикарнейший результат. Если вы не можете это, значит, ищите варианты того, что вам не хватает, где это взять. Четвертый пункт. Вы должны перевести желание и цели в голые цифры. Я прямо написала «голые цифры», потому что многие боятся этого сделать. Желания остаются на уровне желаний. То есть сколько стоит ваша цель переложить на маркетинг-план. У всех есть такие обучения. Если нет, задайте вопросы наставникам, они вас обязательно направят, где взять это. Какое должно быть количество людей в вашей структуре? Какое количество заказов у этих ваших консультантов? Количество баллов какое должно быть? Количество действий, какие необходимы для того, чтобы вот это все произошло? То есть должно быть это в цифровом измерении. Если у вас нет цифрового измерения в вашем планировании, не достигнете вы результата. Обязательно цель – это факты. Факты, которые можно измерить. Измерить цель, как вы будете себя чувствовать – понятие растяжимое. Измерить цель, кто будет с вами – понятие растяжимое. А измерить цель в баллах, в количестве людей, в количестве приведенных новичков, в количестве средней закупки и многое другое – вот это вы сможете контролировать и управлять этим. Только теперь, после вот этого всего, вы можете перейти к планированию. Давайте мы посмотрим следующий слайд и разберемся, что же нужно делать дальше. Планирование по периодам – это вообще очень объемный и большой процесс. На самом деле в планировании на период закладывается первоначальная очень большая подготовка. Если вы этого не делаете заранее, анализ своей структуры, анализ своих результатов, анализ вообще показателей, что у вас происходило в предыдущий, например, вот за летний период, потому что я знаю, что многие за летний период не приросли, а упали. Не все, конечно, есть такие, которые ух, звезды, но есть, которые попадали. И если вы не произведете этот анализ по своей структуре, если вы не увидите, что вы недоделали или что недоработали, то вы не будете знать, на что делать акценты. То есть обязательно нужно определить свои упущения. Ну, вы знаете как, не то, что бить себя в грудь и говорить, вот я такой-сякой, ужасный, кошмар, я вообще ужасный, ужасный, страшный. Нужна конструктивная критика. Когда вы видите свои недочеты, вы эти недочеты можете перевернуть в точку отсчета. Итак, давайте стартуем далее. Обязательно, необходимо, перед тем, как вы начнете планировать, учитывать даты периодов. Особенно в этом, вот сейчас я вам об этом говорю, потому что 14-й каталог, он будет двухнедельный. 16-й каталог, он будет двухнедельный. 18-й каталог, он будет двухнедельный. И для планирования вы должны это учитывать. Если в трехнедельный можно сделать больше, значит, вы действий планируете больше на это. Если двухнедельный меньше, значит, вы ставите акценты на самом важном. И уже сейчас, уже с 13-го периода по 19-й период, до закрытия этого года, вы просматриваете, в какой каталог, в какой каталожный период вы что планируете. Что вы делаете в двухнедельный, самое важное. Что вы делаете в трехнедельный. Вот это важный фактор. Потому что очень часто получается, даже в трехнедельный каталог, особенно летом, была такая ситуация, когда людям, например, пишут, что у вас заказ не оплачен, закрытие периода, вы не выходите на объем, а человек говорит, а что, уже закончилось? Он даже дат не знает. Поэтому обязательно учитывайте даты периодов, начало периода и закрытие периода. Если вы не будете учитывать, то у вас постоянно будут крысиные бега. Вы все время будете в последнюю минуту пробовать впрыгнуть в ускользающий скоростной вагон, как бы там шею себе не свернуть. И очень часто многие сворачивают шею, настроение плохое, результата, какой планировали, не случилось, и ничего хорошего не произошло. Поэтому учитывайте заранее, уже сейчас, готовьтесь к каждому каталогу, который нас ожидает. Обязательно рассказывайте своим консультантам об этом. Давайте будем двигаться дальше. После того, когда вы определили, какой каталог какой, определите зону действий. Например, в каталоге трехнедельном, вы знаете, что есть три недели. Трехнедельный, три недели. Это контрольные точки. То есть в каждую неделю должна быть обязательно контрольная точка ваших результатов. Только тогда вам будет легче и в легкую, и в радость достигать своих подставленных целей. Три понедельника, три пятницы, три воскресенья. Почему говорю именно вот про эти даты? Потому что в понедельник это точка отсчета. Пятница это точка, когда вы можете посмотреть, сказать, ух, не иду по плану, и поэтому что-то видоизменить. А в воскресенье это итоговая точка, достигли вы запланированного результата или нет. В каждой неделе семь дней. В каждой. И по итогу за трехнедельный каталог 21 день на деятельность. И если вы будете учитывать, что каждый день определенные действия, и повторять это 21 день, вы будете точно понимать, что за 21 день вы просто привыкнете это делать, и вам будет потом работать гораздо проще. В каталоге двухнедельном две недели. Это также контрольные точки. Два понедельника, две пятницы, два воскресенья. Не забывайте об этом. Также семь дней в каждой неделе. И всего 14 дней на деятельность, для того, чтобы конкретный результат был за этот период. Двухнедельный каталог. Важно определить ключевые задачи для достижения цели. Чуть попозже я там вам дам акценты, какие именно задачи, необходимо на что обратить внимание. Но сейчас вы для себя должны определить. Вот смотрите, какие есть пункты. Привод новых консультантов, пробуждение спящих, создание лидерских структур, увеличение среднего заказа в структуре, включение своих консультантов в обучающие процессы, и включение своих консультантов в активную деятельность. Вы для себя выбираете самые важные, которые у вас или отсутствуют в структуре, или у вас просто в очень маленьком эквиваленте. То, что у вас в легкую происходит, вы можете это делать по привычке и далее. То, чего у вас не хватает, обязательно вы берете и делаете на этом акцент. Потому что если у вас этого не будет хватать, оно как не хватало, так и не хватает, например, предположим, вы не приводите новых консультантов. Если вы не сделаете акцент на этом, например, в каталоге в определенном, то вы просто-напросто не вырастите. Вот не пугаю, я вам серьезно говорю, определите те пункты, которые у вас отсутствуют, или вы делаете в очень маленьком количестве. Определите по своим структурам. Я не могу вам сказать, что вам всем все это нужно делать. Может, у кого-то спящих вообще в структурах нет. У него все круто. А может быть, кто-то новичок. Ему нужно развивать спящий. Зачем ему? У него и так нет структуры. Ему нужно создавать, приводить новых консультантов, создавать лидерские структуры и увеличивать заказ средний. А дальше уже включать в обучающие процессы и включать в активную деятельность. Поэтому вот эти пункты, коллеги, пожалуйста, для себя зафиксируйте и определите самые приоритетные, которые касаются именно вас и вашей команды. Двигаемся дальше. Недавно сбросила Светлана Заварухина вот такую картиночку, и она просто уникальная. Вот обратите внимание, как анализировать свою деятельность. Ее необходимо анализировать в начале сейчас, перед тем, как вы будете планировать. Но точно так же после того, когда прошел период, необходимо обязательно еще раз проанализировать свои действия. Не показатели, а действия. Если у вас есть видение, куда вы идете, плюс у вас есть навык, вы его наработали или прошли какое-то определенное обучение, плюс у вас есть стимул, вы понимаете, что вы по итогу получите, плюс у вас есть ресурсы, которые вы используете в полном объеме, плюс у вас есть план действий, то обязательно изменения в вашей жизни и в ваших объемах, и в ваших достижениях произойдут. Если у вас нет видения, но вы обладаете навыком, есть стимул, желание, есть ресурсы, есть план действий, но у вас видение вообще вот этой стратегии, как вам двигаться, куда конкретно прийти, что внутри должно происходить, начинается путаница, начинается хаос. Из-за этого происходит, что вы делаете план, а он не срабатывает. Если все-таки у вас есть видение, но у вас нет навыков, вы не обучаетесь, вы не проходите обучение, вы не включаетесь в обучающие курсы, нет навыков, но у вас вроде есть видение, есть стимул, есть ресурсы, есть план действий, то вы двигаетесь, но тревога и страх не покидает вас, потому что вы боитесь делать неправильный шаг, вы боитесь, что вдруг вы все-таки не достигнете. И даже если вы достигаете какого-то результата, то через стресс и через состояние, знаете как, неудовлетворенности, вы постоянно в состоянии стресса, а вдруг нет. Поэтому обязательно нужно нарабатывать навык. Причем берете, предположим, у вас нет навыка приводить новых консультантов лично, то есть массовый рекрутинг. Берете и отрабатываете этот навык. Помните, я вам говорила, один период, три недели, 21 день. 21 день отрабатываете этот навык. Каждый день. И тогда у вас навык приобретается, и тогда вы будете делать это очень в легкую. Предположим, у вас есть видение и есть навык, но возможно вы неправильно поставили цель и стимула у вас к достижению, или может быть вы ее занизили, вашу цель, то есть вы сделали ее какой-то совсем маленькой. В принципе, могу без нее обойтись, без этой цели. Ну, вроде бы как хотелось бы, но могу и обойтись. То есть стимул потерян. Есть ресурсы, есть план действий, но идет сопротивление. То есть вы начинаете вначале делать, потом говорите, ай, ладно, я отдохну. Вы начинаете придумывать оправдания. У меня это не получается, у меня дети, у меня тут то, у меня здесь, у меня так. Вы находите все оправдания, потому что нет стимула. Вот здесь вот знаете как, может быть, конечно же, это грубовато будет, но я приведу пример. Знаете как, у каждого из нас, когда мы вдруг неожиданно хотим в одно место, то есть у нас там такой стимул, у нас даже навык, по сути, появляется моментально, вот чтобы как-то. И мы моментально достигаем этого. Но очень часто в бизнесе мы почему-то забываем про этот стимул и про стремление. Вот это должно быть. Если у вас есть видение, есть навык, есть стимул, но, и есть даже план действий, но нет ресурсов, точнее они есть, но вы почему-то их упускаете и не используете. Вы почему-то говорите, да мне это не пригодится, да что я буду обучаться, я что дурак, что ли, я и так все знаю. Да, господи, я уже столько прошел обучения, толку ноль. Да я, что я буду своих людей запускать на обучение, сам, главное, схожу, ну как смогу, так потом расскажу. То есть неиспользование ресурса и от компании, и от ваших наставников, и от ваших директоров, оно, знаете как, ну, разочарование, раздражение, то есть много ситуаций происходит. То есть не так получается, как хотелось бы. Обычно в этой ситуации вы тянете на своих плечах, на своим грузом, на своих действиях. То есть вы не включаете своих людей в те ресурсы, которыми они могли бы пользоваться. И как только вы научитесь и поймете это, и включите их в эти ресурсы, вы увидите, насколько вам легче станет жить. Вы увидите, насколько у вас ускорится ваш процесс развития. Следующий, последний пункт. Это тот самый важный, о котором мы сегодня говорим. Есть видение, есть навык, есть стимул, есть ресурсы, но плана действия нет. Даже цель есть, но она не прописанная. И это называется фальстарт. И очень многие натыкаются на это. Они говорят, я хочу, и все остается на уровне хочу. Они даже пробуют прописать, но не продумывают грамотно, не подкрепляют действиями. Все, фальстарт. Результата нет, разочарование, состояние неудовлетворенности и многое другое. Поэтому очень важно каждый пункт, абсолютно каждый сделать. Обратите внимание на эту табличку и определите себя, не для нас, не для описания здесь, для себя определите, где вы находитесь, что у вас происходит в настоящую минуту. Это знаете, как своего рода тест для вас, где вы, чего у вас не хватает, что вы упускаете. И возьмите за правило эту табличку, она вам точно пригодится. Мы проводим бизнес-игру, недавно у нас было обучение по поводу планирования по периодам через маркетинг-план. Я решила вот этот слайд выложить и для вас, потому что понимаю, что это очень важный пункт в том плане, куда вы идете. Многие планируют один только период, или два периода, или полгода. А конечный результат вот по итогу они не видят. То есть у них нету стратегии движения туда и на длительную дистанцию. Из-за этого, когда человек проходит короткую дистанцию, он устает, а мы устаём все, это нормальный фактор. Ни одного лидера крупного, не зная, что было не через усилия, это делал. Но лидер, когда даже прошёл какой-то этап и достиг какой-то промежуточной цели, он достиг, и промежуточного результата достиг, у него есть продолжение бизнес-плана, у него есть движение к большим целям. И тогда он просто не останавливается, и даже, знаете как, вот как у спортсменов открывается у лидера второе дыхание. Если у вас нету планирования на год, то у вас второго дыхания не откроется. Как многие говорят, хочу сделать 600 баллов. Они идут упорно, делают, достигают 600 баллов, и вдруг остаются на этой планке на длительное время. Или кто-то говорит, хочу сделать квалификацию директора, хочу. Достигают, и вдруг повисают на этой планке на длительное время, потому что нету следующих достижений, потому что не прописаны более глобальные и большие планы. Поэтому я рекомендую вам всем как минимум на год прописать свои цели. То есть начиная не с первых периодов, вот в 13-м периоде я сделаю 300 баллов. Нет. Берете, вот расписываете полностью, вот как я вам здесь показала, только сейчас я включу эту мышку, только вот после 13-го поставите 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й. И на 19-й период, 19-й пункт определяете какой-то период. И на эту точку начинаете писать тот результат, ту квалификацию, которую бы вы хотели бы. Тот результат, который вас действительно воодушевляет, куда вы пойдете со своей командой, куда вы будете вести их. И вот уже начиная, например, предположим, вы запланируете квалификацию золота, ну грубо, золотого директора. Определяете, какой это объем и начинайте плясать от конечной точки и возвращаться сюда в настоящее время. И прикидывать, вот какой объем на какой период должен происходить. Если вы будете сходить из конечной точки, то вы точно будете понимать, какой заработок там, какую сумму вы начнете получать в течение этого года. Простите. Вы можете уже сложить за этот год и того годовой доход. Вы можете уже определить, какую сумму вы отложите для понимания, у вас есть, может быть, у кого-то долги, у кого-то есть какие-то, ну какие-то ситуации плановые выплаты. У кого-то есть, например, ну то, что вы делаете всегда, вы это откладываете, остальную сумму вы уже планируете и планируете, как бы отложили на будущее для понимания, что по итогу вы сможете купить. И там вы уже можете запланировать цель. Я рекомендую вам каждому, в зависимости от ваших целей и задач, спланировать свою цель по маркетинг-плану на два периода, не менее двух, и спланировать на один год обязательно по квалификациям, по групповому объему и по доходу от компании. Сейчас двигаемся дальше. Тороплюсь, не хочу вас долго держать, буду стараться быстро пройти для того, чтобы ответить на ваши вопросы по итогу. Итак, план на трехнедельный каталог. Смотрите, что очень важно, даже не про цифры говорю, а что важно на каждом этапе недели. В каталоге трехнедельном первая неделя я рекомендую, это не значит, что взять это за правило, я рекомендую на своем собственном опыте. Рекомендую не просто на своем собственном опыте, а переняла этот опыт у крупного лидера из другой сетевой компании. У нас раньше тогда был месяц, каталог длился месяц, а у них было три недели, я говорила, какой ужас. Три недели, с ума сойти. Как вы в три недели справляетесь со всем? А он сказал, очень просто. Первую неделю мы делаем личный объем, вторую неделю мы делаем рекрутинг, а третью мы подбиваем все результаты и подтягиваем те ресурсы тех людей, которые у нас в команде. Поэтому я взяла для себя за правило и начала пробовать по этому методу. Не поверите, коллеги, как только я начала это делать, я начала видеть, насколько у меня более спокойно стала жизнь. У меня нету бешеных каких-то, знаете, каких-то ситуаций под конец периода. У меня нету такого ажиотажа, не дай бог, что-то не получится. Бывает. Я такой же человек, как и вы. И всякое бывает. Но в основном спокойно уже еще третья неделя не закончилась, а минимальный, например, план уже подтвержден. То есть прям вижу. Итак, моя рекомендация, возьмите себе, знаете как, возьмите на заметку и попробуйте жить по такому методу. Первая неделя. Акцент на личном объеме. Личные объемы свои и консультантов в команде. Постарайтесь сделать в первую неделю свой личный объем. И уже потом больше не думать об этом. Я не говорю, что нужно его оплатить. Потому что если вы в первый день сделаете заказ, то только к концу недели придет ваш заказ. Но вы можете, например, сделать половину заказа в первый день, а потом уже в следующую поставку второй заказ. Но сформировать свои заказы, свой личный объем в первую неделю рекомендую делать всем. Второе. Приучите своих консультантов делать личный объем в первую неделю. Попробуйте этот опыт. Вы увидите, насколько и вам легко будет, и вашим консультантам. У вас высвободится время для дальнейших каких-то действий, может быть, для каких-то мероприятий, для каких-то обучений, для усиления каких-то своих компетенций, для рекрутинга. И у вас тогда, знаете как, более грамотно будет идти ваша работа, ваша деятельность. вы просто будете понимать, что в первую неделю вы занимаетесь только этим, и голова не болит ничем другим. Во вторую неделю вы занимаетесь только рекрутингом. Попробуйте, вот, потом вы мне спасибо скажете. Вторую неделю вы делаете акцент на привод новых консультантов и к себе, и в свою команду. Вы совместно можете делать какие-то мероприятия, или совместные какие-то тренинги, если вы работаете оффлайн, если у вас рядышком ваша команда, вы можете делать совместные какие-то мероприятия, флешмобы или еще что-нибудь. Если нет, вы можете в интернете совместно со своим наставником делать какие-то общие приглашения, какие-то общие акции на привод новичков, создавать какие-то общие одинаковые фразы, только каждый вставляет свою регистрационную ссылку. Вы делаете акценты, вы не отвлекаетесь, вы не думаете, ой, господи, еще лично объем не доделала, а мне еще 100 баллов сделать, ой, какой ужас, у вас уже голова не болит. Все, вы уже определились. Итак, вторая неделя это акцент на привод новых консультантов к себе и в команду. Каждый период увеличивайте базу своей структуры, каждый, обязательно, не через один, не через два, не через полгода, каждый каталог увеличивайте, только тогда вы начнете, вначале вы будете, знаете, как делать и у вас будет, вот недавно я привела пример, моей знакомой консультанту, мы в параллелях, я привела ей пример, я говорю, вот бывают структуры, которые уже, знаете, как заржавевшее колесо, то есть не то, что они такие старые, они просто какие-то такие уже вот точно как ржавчиной поросли, и это колесо, оно даже не может двигаться, оно просто скрипит уже, сжечет, еле-еле двигается, и вы затрачиваете большое количество энергии на раскрутку этого колеса, и вам так становится уже плохо, вы уже думаете, господи, что же мне делать в данной ситуации, как вы думаете, коллеги, у меня к вам вопрос, напишите мне, пожалуйста, какие два выхода есть, если вдруг ваша структура это заржавевшее колесо, какие два выхода есть, чтобы это колесо начало двигаться, напишите мне, пишите, первый такой, второй такой, или просто слова, очень хочу услышать ваше мнение, как вы думаете, жду, вот представьте, просто это колесо, которое скрипучее, знаете, вот те, кто, например, в деревне живет или ездит к своим бабушкам, массовый рекрутинг это действие, Нель, правильно, только вот вопрос, что, это называется, хорошо, я добавлю немножко, спасибо огромное, это называется, мотивировать, вы говорите о действиях, а я говорю, хорошо, привод новых консультантов, правильно, спасибо вам огромное, смотрите, есть два момента, благодарю, кто написал, есть два момента, первое, вот эту ржавчину счистить со своей структуры, промазать маслом, волшебный пендель, да, или оставить в покое, правильно, но можно ее смазать, можно вот это колесо почистить, помыть, отмыть, полюбить, и потихонечку запустить, а второй выход, создать новую команду, а старая она постепенно будет вам как бонус, то есть они вот как делали, так и будут делать, а вот уже новое колесо, оно даст вам энергию, и те старенькие, которые находятся в вашей структуре, не в плане возраста старенькие, в кавычках, конечно, а те, которые уже уставшие такие, они будут видеть, как вы развиваетесь, и кто-то подтянется и пойдет за вами, кто-то скажет, блин, она прет, а я, а я что-то тут заржавел, заржавели, но важно другое, когда вы начинаете ржавое колесо закручивать, вначале оно скрипит, вот вторая неделя по рекрутингу, это скрипучее такое состояние, вначале вы набираете обороты, вы не понимаете, зачем вы это делаете, вы вроде бы хотите, понимаете, но потом устаете, говорите, да я брошу, ни в коем случае не бросаете, вначале вы запускаете это колесо, а потом оно набирает скорость, если вы это делаете, регулярно каждый каталог, приучите своих консультантов увеличить базу, каждый, увеличивать базу каждый каталог, напишите мне, пожалуйста, господа консультанты и лидеры, сколько человек, консультантов или лидеров в вашей структуре рекрутирует, или просто хотя бы приводит новичков, пусть не каждый период, но хотя бы рекрутирует, какое количество у вас в структуре рекрутирует, ну, Александр, это понятно, вы новичок, благодарю, что вы написали, напишите мне, я хочу увидеть, один, один, но он есть, пишите, коллеги, пожалуйста, сколько еще, кто готов написать, вот, Татьяна, ноль, а вы понимаете, что если в вашей структуре никто не будет рекрутировать, ваша структура может увеличиться только за вас счет, но всегда ли вы сможете приводить такое огромное количество новичков лично, и будет ли у вас возможность обработать каждого, что их так много, будет ли у вас эта возможность, потому что чем больше приходит новичков, тем тяжелее вам успевать с каждого новичка отрабатывать, но это не значит, что их не нужно приглашать, нужно в этой ситуации найти людей в своей структуре, если у вас даже один, позвать его, если у вас 10, найти хотя бы как минимум 5 человек, если у вас, например, 100 человек, найти как минимум, ну, 10 человек, хотя бы 10 человек найти, которые начнут рекрутировать, если они будут как ваши помощники вместе с вами делать то же самое, приводить каждый каталог, хотя бы по 2 новичка, хотя бы по 4 новичка, вот посчитайте мне, пожалуйста, если ваш лидер, ваш консультант в течение полугода, а полгода это 8 периодов, будет приводить по 2 новичка, сколько получится консультантов в его структуре, напишите мне, пожалуйста, если ваш лидер будет, ну, вот консультант будет приводить хотя бы по 2 каждый каталог, каждый, в течение 8 периодов, в течение полугода, считайте, сколько получится у него структура, страшное слово регистрация, да ладно, 16, представляете, это только 1, а если таких у вас будет 10, сколько добавится ваша структура консультантов, умножьте на 10, сколько у вас будет консультантов за полгода, за 8 периодов, 160, а если за год, сколько у вас будет, за год если, потому что полгода это 8 периодов, еще у нас остается 19 минус 8, сколько получается, ну, на 2 вы умножили, ну, у нас там получается 8, 19 минус 8, у нас получается, сколько, у нас получается 9, не, что-то я запуталась, 11, 11 умножить на 160, 11 умножьте на 160, 11, правильно, умножьте на 160, это только ваши консультанты приведут за год, понимаете, что, ваш консультант, а кто знает, 300 консультантов в структуре, это какая квалификация гарантирована, о, 1760, 750, а это какая, если 300 хотя бы, это какая квалификация 300 консультантов, мы об этом много говорили, какая квалификация, напишите мне, мне, пожалуйста, конечно, спасибо огромное, Наталья, а если 1760, то это какая квалификация, разделить на 300, ну-ка, считайте быстро, 1760, разделить на 300, я сейчас прям вместе с вами посчитаю, кто первый, тот станет бриллиантом, 15 процентов, не поняла, 15 процентов, нет, 1760 консультантов, во, если директор, это 300 человек, а 1760 разделить на 300, это получается, правильно, 5 директоров, это у вас почти бриллиантовая структура, спасибо, Лидия Алексеевна, вот, коллеги, поэтому научите своих людей, замотивируйте их, покажите им преимущества, пусть они поймут, насколько выгодно приводить консультантов, вначале, может быть, они будут понимать, что это только лишь за подарки выгодно, а потом они будут понимать, что они расти начнут по квалификационной лестнице, обучите новых консультантов сразу же включаться в деятельность, то есть у вас есть, как говорится, ржавое колесо, ваши консультанты, которые с вами давно, пусть допростят меня, мои консультанты, вы не ржавое колесо, я вами горжусь, но я как пример привожу для сравнения, знаете, как утрирую специально, вот с этими людьми вы рекрутируете, к вам приходят новые, у ваших консультантов и у вас, их приучайте к тому, чтобы они также сразу включались в деятельность и начинали сразу рекрутировать и делать личный объем. Третья неделя, здесь получается, что в первую неделю личный объем вы сделали, во вторую вы уже привели новичков, а третья неделя, это акцент на увеличение процента активности, и на увеличение процента среднего заказа. Если они хотят приобретать только для себя, пусть приобретают. Вам, ваша задача, когда к вам приходят новички, прошерстить всю структуру и задать им вопросы, вы пришли просто для себя или вы хотели бы зарабатывать в компании Фаберли, и пусть они вам об этом скажут. Те, кто скажет, я только для себя, вы говорите, замечательно, скажите, пожалуйста, задаете второй вопрос, если бы вы получали информацию, которая вам более поможет делать грамотные заказы, если я вам буду сбрасывать видео, вы как на это смотрите? Они скажут, ой, с удовольствием, и вы просто их подтянете, и пусть они смотрят просто обучающие моменты. Тут эта работа с целевыми группами, наш сегодняшний вебинар немножко в другую тему. Итак, третья неделя. Акцент на увеличение процента активности и среднего заказа. По итогам второй недели вы уже увидите то, куда вы идете. Вы будете понимать, идете вы к той цели, которую запланировали, или вам нужно кричать караул. Уже по итогам второй недели. Определите зону экстренного реагирования, я так назвала, для достижения результата. То есть вам нужно подумать, что вы можете экстренно сделать. Возможно, кого-то подтянуть, возможно, кому-то указать на то, что он выходит на определенный объем, и он может просто не выйти на него. То есть вам нужно посмотреть по структуре, где вы можете экстренно подтянуть результаты и своих консультантов, и свои, и все-таки достичь той цели, которую вы запланировали. Следующее. Возьмите на себя, напишите, пожалуйста, коллеге Галине, чтобы она перезагрузилась, потому что звук есть. Я думаю, что все слышат, просто это бывают иногда такие сбои. Возьмите на себя ключевое, ключевое дополнение группового объема своей структуры. Что значит ключевое? Когда вы понимаете, что, например, вы по каким-то причинам не доходите туда, куда вы шли. Кто-то из ваших лидеров или консультантов по каким-то причинам не, ну, не доделал. Ну, не шмогла я. Бывает такое, говорят, ну, не шмогла. И когда вы видите, что она вот не смогла, и таких, например, несколько кто не смог, то не надо злиться, обижаться или говорить, ой, все, больше ничего не получится. Вы начинаете, вам необходимо экстренно подумать, что же такое вы можете сделать. Может быть, добавить своим личным объемом. Может быть, быстро привезти каких-то новых консультантов дополнительно, сразу с заказом. Возможно, у вас есть новые консультанты, которые не сделали заказы или сделали, но небольшие, их можно довести до больших заказов. Возможно, кто-то из ваших консультантов, например, вот те желтенькие, спящие, их нужно разбудить. То есть вы берете на себя ключевые дополнения группового объема. Вы рассчитываете только на себя. И когда вы рассчитываете только на себя, тогда вы точно придете к той цели, которую запланировали. Определите, за счет чего вы можете ускорить рост и прийти к цели. Но это огромный фактор, и это очень много тем мы давали, и по планированию в том числе. Это уже, думаю, для вас, для всех не секрет. Если секрет, обратитесь к директору своему, он вам сбросит ссылочку. Не рассчитывайте ни на кого. Не надо ни на кого надеяться. Бывают ситуации, когда, например, лидер говорит, ой, у меня столько внеоплаченных заказах, все оплатят, и я стану директором. А по итогу происходит такая ситуация. Все вообще забыли, которые не оплачены, что закрытие периода. Или они вообще даже об этом не думали, потому что никто с ними ничего не запланировал. И вообще им по барабану, потому что они просто пришли пользоваться. И оплачивать предоплату делать они вообще не планировали. А человек рассчитывал, он надеялся на то, что у него внеоплаченных такое количество баллов, и у него все получится. И в последний буквально час он начинает хвататься за волосы и кричать в караул, и что-то доделывать, чтобы хотя бы хоть что-то дотянуть. Не рассчитывайте ни на кого. Уже начало третьей недели вы уже должны бить в набат, и уже с начала третьей недели вы должны уже прозванивать тех, которые или не сделали заказы, или сделали не оплатили. Напомнить тем, что закрытие периода, что осталось последняя неделя. Берите ответственность только на себя. Берите, подтягивайте. И при выполнении всех правил вы можете вырасти более, чем запланировали. Я просто обращала внимание, когда вот я делала конкретно такие действия, прям брала и отрабатывала. Я не просто вам это даю, я прям брала и отрабатывала все эти пункты, которые я вам произношу. Самое интересное, план был один, но я выполняла скурплезно каждый пункт. Каждый пункт еще дополняла там пункты. И на самом деле было удивительно. Я запланировала один объем, а по итогу каталога я достигла большего объема, чем я ожидала. Планировала меньше, а достигла большего. Поэтому если вы будете это делать, или хотя бы на 80% или 90% выполнять каждый пункт, то вы будете приятно удивлены, что вы достигнете цели, которые вы запланировали. И ваши консультанты в том числе это сделают. Итак, давайте рассмотрим план на двухнедельный каталог. Если в трехнедельном у нас больше там, ну, возможностей, потому что три недели, то в двухнедельном меньше. И вот несколько пунктов для того, чтобы вы просто заметили, насколько это отличается. В двухнедельный концентрация внимания должна быть ускоренная. Вы должны уже заранее, уже прям заранее-заранее до двухнедельного каталога заранее подготовиться. То есть первую неделю вы объединяете акцент и на личном объеме, а следующий каталог у нас будет двухнедельный. Поэтому вы уже на третьей неделе должны подготовиться, на третьей неделе тринадцатого каталога вы уже должны подготовиться к четырнадцатому. Вы уже заранее еще в этом каталоге должны подготовить базу списки заказов. То есть люди два каталога показываете для того, чтобы вам не сплоховать. И человек выбирает в этом каталоге это возьму, а в этом возьму это. Заранее еще в предыдущем каталоге, то есть в тринадцатом, перед двухнедельным вы определяете людей на регистрацию. То есть здесь, знаете как, вот по поводу регистрации тут могут быть различные списки. Вы просто их поднимаете. Но об этом мы, вот смотрите, вы можете любые списки поднять. Вы делаете акцент в двухнедельном не на поиск новичков. Если в трехнедельном мы проводим разные мероприятия, флешмобы, дни открытых дверей, мы проводим какие-то мероприятия в интернет, через интернет-технологии, через соцсети и многое другое, то здесь вы занимаетесь не поиском. Вы здесь занимаетесь реализацией тех списков, которые у вас уже есть. Уже реализуйте те списки, которые были составлены, но по каким-то причинам или не отработаны, или по каким-то причинам, предположим, ну где-то кто-то отказался. Вы возвращаетесь к этим спискам. То есть на списке предыдущей работы это могут быть ваши клиенты, которых вы готовы перевести в разряд консультантов. Это могут быть ваши знакомые, которые сказали, я подумаю, вы к ним больше не возвращались. То есть ваши составлены списки знакомых. Это могут быть соцопросы, которые вы делали в летнее время или, например, где-то проводили, но все списки не отработали. Это могут быть общие общения в соцсетях. Например, у вас в друзьях есть люди, вы пообщались, ни к чему не пришли. Вы можете вернуться, и вы все равно помните, с кем вы общались в плане бизнеса, в плане прихода и регистрации, и, возможно, сделать им какое-то очень интересное бизнес-предложение, на которое человек не сможет отказаться. То есть вы отрабатываете уже наработанную работу, наработанную, прям каша масляная с маслом, уже сделанное что-то, вы просто это начинаете отрабатывать. Поэтому в трехнедельный, если у вас кто-то не отработан, не переживайте, в двухнедельный вы отработаете запросто. Объявите свою личную акцию на приход с закупкой. Что это значит? Вам здесь необходимо же объединить личный объем и привод нового консультанта. У нового консультанта, по сути, в двухнедельный каталог практически нет времени для того, чтобы раздумывать долго. Поэтому, если вы объявите акцию, скажете, вот от компании такой-то подарок, если вы делаете заказ в этом каталоге, и от меня лично, вот такая это акция, если вы как только зарегистрируетесь, сразу же сделаете заказ и сразу же включите стартовую программу, то вы получите еще и от меня подарок. Объявите, это лучше сделать в первую неделю. Объявите акцию на личный объем, плюс новый консультант, плюс закупкой для своей структуры в первую неделю. Именно по первой неделе вы сделаете контрольную точку. Все, кто в первую неделю сделают личный объем, ваши консультанты, плюс в первую неделю они приведут новых консультантов, и плюс эти новые консультанты сделают закупку. То есть они сделают первые заказы, может быть, они оплатят во вторую неделю, это не имеет значения. Важно, что они будут оформлены, эти заказы, вы их увидите, и вы можете подарить подарок, объявить какую-то акцию именно на первую неделю в двухнедельный каталог. Тогда вы увидите, что ваш результат будет совершенно другим. Вы ускорите этот процесс, вы ускорите, как говорится, нехватку этой еще одной недели. Во вторую неделю вы уже ставите акцент на увеличение процента активности среднего заказа. То, по сути, что мы делали и в трехнедельном. Просто здесь мы объединяем две недели. Там в трехнедельном часто бывают раскачки, задумки, мечтания, летание в облаках. Вот в двухнедельный летать некогда. И, кстати, замечала, что в двухнедельный концентрация внимания у большинства консультантов становится намного выше и сильнее. Итак, по итогам первой недели вы уже видите, идете ли вы по плану, определяете зону экстренного реагирования для достижения результата, берете ключевое на себя. То есть делаете то же самое, что и в трехнедельный каталог. Самое важное правило в двухнедельный каталог – минимизируйте действия, акцент на приоритетности. Что самое важное для вашей цели именно в двухнедельный каталог. От чего-то отказываетесь, от каких-то мероприятий отказываетесь. Делайте акцент именно на результат. Точка на результат. Контрольная точка именно на результат. Давайте двигаемся дальше. Коллеги, все ли понятно? Потому что я стараюсь быстрее говорить, чтобы успеть все. Все ли вам понятно? Кому понятно, поставьте пятерочку, чтобы я понимала, что вам понятно. Спасибо огромное, Оксан. Если у вас будут какие-то вопросы дополнительные, во-первых, вы всегда можете задать и наставникам своим, благодарю вас, и своим директорам. Важно, чтобы вы сейчас набросали себе план, то есть чтобы вы видели вот какую-то картинку, о которой я говорю. Потом впоследствии, конечно, сядете и уже более конкретно и детально поработаете со своими результатами, со своими показателями. Итак, планирование результата через деятельность. Очень важно понимать, что время вообще очень ценно. Берегите время, оно не возвращается. Если вы не делаете каких-то действий, то, естественно, у вас оттягивается и результат. Я рекомендую обязательно работать не просто с построением вашего бизнес-плана, но работать с планингом. Есть несколько вариантов работы с планингом. Почему именно с планингом? Есть листы, как планинг, который вы носите с собой. Есть планинг, который вы покупаете. Он удобен вообще в работе, потому что на нем есть все дни недели. То есть вот как вот верхняя картинка, понедельник, например, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. И вот здесь вот за картинкой есть еще воскресенье. Здесь можно расписать точно так же по времени, то есть в какое время вам удобно вы расписываете деятельность. И вы видите это все перед глазами. Во-первых, вы видите каждый день. Во-вторых, вы видите всю неделю в целом. Где-то вы можете подкорректировать. Если, например, вот в понедельник что-то у вас не произошло, вы можете перенести, где свободно есть время, во вторник или в среду. Планинг очень удобен для работы, потому что немножко в ежедневнике приходится крутить назад, а здесь очень удобно в планинге. Точно так же вот здесь вот вы можете делать дополнительные какие-то пометки. Предположим, у вас высвобождается где-то какое-то время, вы можете себе, знаете как, пометки делать. Время распланировано грамотно, нету трудностей, нету ощущения тревоги, все успело вовремя. Значит, можно, в принципе, добавить какую-то деятельность. То есть вы делаете для себя пометки для своего анализа. Есть возможность составления планинга вот таким способом. Те, кто не любит писать, могут сделать маленькие такие стикеры, написать. Причем, знаете как, вы можете разделить. Предположим, желтое, это, предположим, у вас рекрутинг. И вы понимаете, где у вас будет желтенький стикер с надписью, вы будете понимать, что это желтый. Многие воспринимают по цветовой гамме лучше. Например, красненький, это будет особая какая-то деятельность. Например, прозвон консультантов, это зелененький. Поэтому вы можете для себя сделать вот подобное. Причем в обыкновенной тетради расчертить. И вы уже будете просто понимать. Предположим, вот здесь, предположим, три недели. Вот видите, одна, вторая и третья неделя. Вы можете таким способом. И уже по задачам. Можете сделать, например, развернуть. И сделать вот это понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Можете сверху вниз двигаться. То есть есть разные варианты. Сделайте, подстройте под себя, которое вам будет комфортно. Потому что вы, знаете как, я здесь нету варианта. Мой наставник прямой, Заряна Вера Борисовна, она говорила, мне очень тяжело работать с ежедневником. Поэтому набрала просто ежедневник. На этом листе она записывала пунктами полностью все задачи на неделю. Все, что за неделю ей необходимо сделать. Все задачи. А уже вот на этом листе она чертила на четыре вот так вот части, то есть на четыре квадрата. И она обозначала важно, срочно, несрочно, неважно. И она просто распределяла эти задачи сюда, вписывала или вклеивала вот такие вот стикеры. Она говорит, мне так удобней. Я когда это сделала, я оторвала, выкинула и забыла. Все, я это выполнила. То есть я сделала что-то. Поэтому выберите ту схему, которая удобная. Именно работу с планингом обязательно включите в свою деятельность. То есть у меня на доске... О, отлично, вообще замечательно. Отлично. Я говорю, очень важно подобрать под себя. Можно действительно на доске сделать так же с тикерами. Можно сделать отрывные какие-то талоны. Сделали, оторвали, перешли к следующей задаче. Сделали, оторвали, важно, неважно. И это то же самое, да. Заметки, записи, стикеры. И обязательно прописывайте время. По времени обязательно делайте разброс, иначе не получится. Давайте я вам приведу несколько примеров. У меня есть два примера, чтобы вам было понятно, как планировать. Потому что по сути, по своей, главное подготовка. А цифры, это все гораздо проще. Если вы не делаете цифр, ну, коллеги, бесполезно. Забудьте и закройте вебинар, и не стройте бизнес. Потому что это не построение бизнеса. Ни одного директора завода не знает, чтобы у него не было план на неделю, на год, на несколько лет и на каждый день. Если бы там на заводе у директора, у самого главного, у хозяина завода не было бы планов, то завод бы был нерентабелен. Поэтому представьте, что вы завод, ваша структура, это то предприятие, которым вы рулите. То, что вы создаете, не вами, вы сами. Вот пример такой, номер один. Предположим, цель 600 баллов за один период. Я беру это чисто вот в общем, 600 баллов. Вариант номер один. Ваш личный объем 100 баллов. Что получается? Берем 600 баллов, отнимаем 100 ваших лично. У вас остается 500. И эти 500 баллов вы уже разбрасываете. Или 5 консультантов по 100, или 10 консультантов по 50. Вот, видите? Или 20 консультантов по 25, или 50 консультантов по 10. Это могут быть консультанты, а могут быть новые консультанты, новички, с которыми вы вместе это сделаете. Выберите свой вариант. Если вы понимаете, что вы не можете убедить человека сделать 100 баллов, ну тогда просто приведите 50 новичков по 10 баллов. Я понимаю, что одному 50 человек трудно привести за период. Поэтому я вам говорю, приучите своих консультантов. Или сделайте такую схему. Вы приводите 10, ваши новички приводят по 10. Получается 10 на 10, вот у вас уже 100 получится, а не 50. Понимаете? Или там под... В общем, рассчитайте, распишите, как удобно вам, чтобы все полностью, все пункты были заполнены. Вариант номер 2. Ваш личный объем 50 баллов. 600 минус 50, у вас остается 550 баллов. Обязательно раскидайте по консультантам, по новым и по новичкам, точно так же, как мы сделали с вами вот в первом варианте. Количество и баллов. Распишите. Это необходимо сделать. Это, знаете как? Это как табу. Вот поймите, что это табу. Если вы не будете расписывать, не будет результата. Если вы расписываете, что-то не получается, значит, вы что-то не доделываете. Или делаете в недостаточном количестве. Или это нерегулярно. Или вы где-то выдохнули и сказали, да и хай с ним. А потом уже не жалуйтесь. Это должно быть как правило номер 1. Как правило номер 1 обязательно. Как встать утром и почистить зубы. Если кто-то не чистит зубы по утрам, то, конечно, он может не расписывать это. Но, по-моему, каждый у нас, даже детей мы приучаем чистить зубы по утрам. Вот это должно быть как правило чистить зубы. Пример номер 2. Цель 600 баллов, но уже за 2 периода, если вам страшно, за 1. Потому что я понимаю, что многие из вас тут в квалификации начинающего, новичка. Еще нет структуры. Естественно, огромный объем, который сложно достичь, еще недостаточно опытно, недостаточно ресурсов. Тогда есть варианты другие. Распланируйте 600 баллов на 2 периода. Или, на крайний случай, там на 3. Или на 4. Но 4 это уже слишком. Это уже, знаете как, поставить себе планку потихонечку и ни к чему не стремиться. Поставьте на 2 периода. Первый период вы планируете 300 баллов. Это ваш личный объем 50, 300 минус 50, 250. Это или 5 человек по 50 баллов, или 10 по 25, или 50 по 12,5 баллов. Период номер 2. Второй период. План уже 600. Ваш личный объем 100. Запланируйте, чтобы вы уже начали привыкать делать 100 баллов. Все по той же схеме идет. Схема не меняется. 600 минус 100 баллов. Ваш личный. Вычитаем ваш личный объем. Остается 300. У вас. Ой, не остается 300. И минус 300. Это уже делают вот эти люди, которых вы привели. Они уже по привычке делают тот же объем, который делали в предыдущем периоде. То есть получается 600 минус ваше 100, минус те 300 по привычке. И у вас остается всего 200 баллов вам нужно доделать. 200 баллов это или 2 человека, 2 новых консультанта по 100, или 4 консультанта по 50, или 8 по 25 и так далее. Рассчитайте эти варианты. Я просто вас призываю к тому, чтобы вы взяли за правило просто представить, что вы директор завода. И чисто технически рассчитать те объемы, те показатели, которые вы хотите получить по итогу периода. Распишите, подсчитайте, как удобнее вам. Боитесь больших показателей? Делайте, ну вот, что баллы большие не буду делать. Делайте большее количество людей, но меньшее количество баллов. Не боитесь, что сделают люди большие объемы? Значит, планируйте меньшее количество привод, но зато акцент на высокой личной закупке. Да, я стучала, я больше не буду. Я стучала прям по столу. Да, да, да. Сори. Дальше двигаемся. Очень важно, когда вы это запланируете, вам необходимы контрольные точки. Если у вас будет висеть календарь перед глазами, и вы отметите контрольные точки по неделям разными, например, иголочками, вы будете четко понимать, у вас взгляд никуда не убежит. Можете не иголочками. Я, например, делала как? Я брала и просто кругляшочки. Стучите, так быстрее дойдет. Ну, я прям стучала, правда, потому что, ну вот, вот прям вот стучу. Я, например, обводила маркером. Я обводила маркером конкретные точки, конкретные даты, причем не на один период, а вообще на несколько. И там делала пометки для себя. Я даже иногда на эти даты наклеивала эти, как его, стикеры. Сейчас я немножко по-другому работаю, но вот в первоначальном этапе я стикеры наклеивала. И на этих стикерах я писала, какой результат у меня должен быть на этот день. Где-то не получалось, психовала, нервничала, придумывала что-то, старалась делать так, чтобы кто-то обязательно, за счет чего я могу, говорила, как я могу это сделать, так, ну как же я могу сделать, как же, как же, как же, как же, ну как же, за счет чего я могу дотянуть этот результат. То есть ставила себе конкретные задачи, потому что мозолила перед глазами. Когда я проходила однажды тренинг, психологический тренинг по личностному развитию и по достижению цели, нам сказали такую фразу. Если вы, например, уходите из того места, где висит у вас календарь или планинг, то вы точно самое большое количество времени находитесь в одном месте. Все там бывают, вся семья, даже животные. Повесьте там туалет, повесьте перед глазами эти задачи. Вам деваться будет некуда, потому что вы должны вбить себе в мозг свою голову, что это необходимо сделать, потому что это вам надо, а не вашему наставнику. Потому что, если вы это не сделаете, ваш результат не будет достигнут. Если вы не достигнете результата, вы не получите той желаемой цели, вот этого офигительного состояния, вы не получите. Как же можно контролировать вообще объемы, как расписывать? Совсем немножко осталось, коллеги, прям тороплюсь. Вот смотрите, если вдруг вам сложно все-таки в первую неделю делать, предположим, свой объем личный в первую неделю, то вы можете хотя бы просто распланировать. То есть вы берете, хотите делать 100 баллов, вы берете и планируете эти 100 баллов на 3 недели. Это получается ваш личный объем, видите ваш личный объем, по 33-33 баллов каждую неделю. Если еще разбить здесь на 7 дней, тут будут еще копейки. Попробуйте рассчитать. То есть вы каждую неделю с начала и до конца должны сделать не меньше 34 баллов. Сделали, следующие опять 3-4, сделали следующие опять 3-4, у вас будет больше 100. Если вы хотите сделать 600 баллов группового объема со своей командой, вы тут можете тот объем написать, который вам необходим. Точно так же разделяйте на 3 недели. У вас должно быть по итогу в пятницу, помните я говорила, в понедельник мы планируем 200 баллов. И те действия, которые принесут нам 200 баллов группового объема. В пятницу мы смотрим, насколько мы подходим к этим 200 баллам, подходим или нет. Возможно у нас 150 и 50 баллов нужно еще где-то взять. Возможно у нас 180, и кто-то просто не оплатил заказы, вы можете поговорить с этим человеком, чтобы он оплатил. Возможно у вас всего 100 баллов, вы понимаете, караул, я не доделала целую кучу дел. Необходимо их срочно сделать. Ваша задача не смотреть на страшные 600 баллов по итогу. Закрыть. То есть взять и закрыть чем-нибудь. Вот закрыть прям вот. Вот сейчас вы сидите напротив компьютера, возьмите пожалуйста или телефоны и рукой просто, рукой своей закройте вторую, третью неделю и того. Закройте. Когда вы будете, закройте, вы увидите только одну неделю, только небольшое количество тех действий, которые вам необходимо сделать. У вас страх будет пропадать, если вы это будете планировать на каждую неделю. То есть ваша задача выполнить то, что вы запланировали на одну неделю, исходя из все главного результата. Новых консультантов, предположим, вы запланировали 10. Значит у вас 4 консультанта должно приходить в первую неделю, во вторую неделю и в третью неделю. Как можно привести 4 новых консультанта? Разделите мне пожалуйста 4 новых консультанта на 7 дней в неделю. Посчитайте. 4 разделить на 7. Сколько у нас получится? Сколько в день мы должны приглашать консультантов? 4 разделить на 7. Посчитайте. Напишите мне пожалуйста. Сколько в день новых консультантов вы должны привести? Напишите. Я уже тут вижу цифру. Да, да. Только там 0,57. То есть половина человека. То есть по сути вы в один день разговариваете с кем-то. Забрасываете удочку. А уже во второй рекрутируете полчеловека. Иногда бывает, знаете как, вот тут 4 мы написали. А если, например, запланировать на неделю, когда человек говорит, я хочу привести по итогу за период 3 новых консультанта. Отлично. Значит, получается один консультант в одну неделю, в другой в другую и третий. Посчитайте. Разделите одного нового консультанта на 7 дней. Одного нового консультанта на 7 дней. Разделите, пожалуйста. Разделите одного нового консультанта за неделю на 7 дней. что у нас получается очень смешная циферка прям забавная 14 то есть по сути человек который одного консультанта за неделю приводит это значит тут он в день только уши приводит консультанта одна нога или уши да то есть я работаю работаю мне никак не получается трех новичков привести за период у меня тогда есть вопросы к этому консультанту а что вы делаете каждый день для того чтобы ваша цель приблизилась а что вы делаете со сколькими людьми вы поговорили чтобы у вас один новый консультант появился а что вы делаете поэтому когда вы будете да да спасибо тамара смотрите когда вы будете планировать новых консультантов с одной стороны не завышайте себе планку с другой стороны не занижайте ее запланируйте но попробуйте вот такой этап вы увидите вот помните вам говорила представьте 10 девятнадцать периода и хотя бы по 10 новичков в период сколько у вас будет людей посчитайте 19 периодов каждый период по 10 новичков вы лично сколько у вас будет коллеги 19 периодов по 10 новичков сколько у вас получится напишите мне пожалуйста очень красивая циферка 10 новичков за девятнадцать периодов каждый период по 10 лично вы вот что-то не пишите сколько пишет кто-то пишет 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 давайте давайте пишите считайте 190 а если это умножить на 2 это будет 300 сколько 380 то есть квалификация директора за два года как если просто приводить по 10 новичков за два года вы точно станете директором не напрягаясь понимаете про что я конечно поэтому если вы не становитесь директором если вы не достигаете какой-то квалификации задайте себе вопрос сколько новичков вы приводите лично каждый период сколько новичков в один день сколько новичков приводит ваша команда каждый период им приводит каждый день и каждую неделю точно так же вы можете запланировать новичков структуру 25 предположим это по 8 новичков в день закройте вторую третью неделю рукой и того и посмотрите вам нужно чтобы ваших например четверо у вас например ни одного на нету консультанта вы вообще начинаете с нуля вы начинаете с нуля вы привели 4 новичков вы дали им задание привести каждому по два вот у вас получилось 8 понятно их 4 они привели 8 и потом вы планируете вы же хотите 600 баллов отнимаете свои 100 которые вы делаете у вас получается 500 баллов то есть 500 баллов вы раскидываете 4 плюс 8 сколько должны они сделать вот это количество людей они должны сделать групповой объем заказов новых консультантов гонка 167 посчитайте 4 плюс 8 сколько у вас консультантов будет структуре 4 плюс 8 4 плюс 8 сколько консультантов будет структуре считайте 12 если вот давайте возьмем 167 разделить на 12 это сколько получается берите калькуляторы всегда сидите с калькуляторами когда приходите на ее обучение всегда берите калькулятор люблю считать как только я научилась считать и получила огромное удовольствие теперь понимаю как что строить сколько 13 и 9 баллов то есть каждый консультант должен сделать всего лишь заказ по стартовой программе все у вас первая неделя 167 баллов повторите это во вторую неделю 167 баллов за вторую неделю плюс первая неделя повторите это в третью у вас получится 500 баллов и плюс 100 ваших и у вас уже 35 новичков и вы сделаете квалификацию 600 баллов уже можете прям с нуля в принципе просто нужно расписать запланировать не бояться ничего и просто начать делать определенные действия важно в планировании коллеги запланировать показатели по цифрам до начала периода до никогда уже начался период вот сейчас мы проводим да на второй неделе но у вас есть время сейчас догнать еще этот период и уже спланировать двухнедельный каталог следующий до начала периода запланировать показатели второе расписать по цифрам на каждую неделю и по дням то что я вам показывала составьте свои таблички которые вам удобны может быть вы что-то еще добавить третье определить каждодневный план для достижения результата через что новичков будете приводить какие ресурсы у вас есть какие есть у вас опыт какой есть какой навык есть что вам удобнее всего делать важно привести не важно как не важно через какой способ в оффлайне в онлайне через списке не важно трех метров вы все это знаете что вам удобно то и делайте главное привести главный результат акцент на показатель акцент на цифры определить каждодневный план для достижения результата не перегружать день планами коллеги очень важно не перегружать день плановых есть работа плюс есть жизнь ваша личная жизнь семьей есть какие-то планы есть какие-то прогулки есть какие-то знаете какие-то мероприятия вы должны обязательно планировать половина или половина работы и половина жизни или например а чуть чуть меньше жизни чем бы и чуть больше работы не делайте больше жизни меньше работы результата не достигнете или пополам или акцент все-таки делайте на работу потому что вы работаете ради своей жизни и ради своей семьи запомните это правило запланировать отдых обязательно один день в неделю вы должны ни о чем не думать ни о работе не о том что вот я не доделал объемы а и у меня есть консультантов не зарегистрировал вы должны просто отдыхать у вас это не потому что вы устали решили все поваляюсь и думаете катаете отдыха не произошло нервоз остался вы планируете один день отдыха в этот день вы можете гулять семьей получать удовольствие семья будет довольна вы будете довольна вы четко не думаете ни о чем в этот день вы отдыхаете мозгом головой наполняйтесь энергией любовью своих близких может быть едете на озеро может быть едете кому-то в гости один день в неделю должен быть отдых и он должен быть запланирован не спонтанно а запланировано шестое выполнять план на день на неделю на период никогда не говорите а я это дело доделаю потом начнется снежный ком ком все полетит тартарары начнется вообще знаете как катастрофа как бедствие начнется вы ничего успевать не будете вы будете потом разгребать это со страшной силой поэтому никогда не откладывайте делайте прямо сейчас можете сделать больше случилось так что вы одно сделали у вас есть запланированные планы на другой день вы понимаете что вас свободного времени полно возьмите с того дня перетащите сюда вы ускорите процесс вы ускорите результат но не перегружайте день не делайте очень много задач на день очень многие перестают планировать и не потому что не успевают все сделать потому что перегрузили до такой степени не учитывают не форс-мажорные обстоятельства не учитывают временные рамки добираться от одного места к другому не учитывать что могут детки заболеть не учитывать что может быть приехать мама неожиданно учитывайте давайте себе по блажечку какую-то делайте какие-то более длительные временные рамки то есть если вы понимаете что вы за полчаса можете сделать запросто возьмите на это мероприятие час сделайте за полчаса полчаса вас будет покушать улыбнуться ребенку поцеловать прочитать книгу попить водички приготовить что-то планируйте так чтобы у вас оставалось время они не хватало а то вы так получается это не успели уже на другой опоздали и вообще непонятно что происходит если не успели все таки по плану определить куда можно встроить и сделать помните я вам показывал планинг то есть вы уже визуально видите а вот здесь есть свободное время я туда перенесу ничего страшного сделаю потом важно делать сейчас то что запланировано неотменяемость цели тогда то что вы переложили туда чем чаще вы будете туда перекладывать и когда вы зайдете на этот день что вы туда переложили вы скажете и ух я больше никогда в жизни перекладывать не буду потому что в тот день вы могли отдыхать перекладывать тогда нужно на отдых если вы это не выполнили занимать свободное пространство но обязательно сделать контролировать свои показатели структуры по трем контрольным точкам об этом я вам говорила в самом начале каждый понедельник это точка отчета каждой недели начало периода это периода но это каждой неделе точка отчета это как раз то с чем вы входите в это иногда бывает что мы утром просыпаемся закончился период предыдущий утром просыпаюсь я открываю личный кабинет и говорю ух ты какие молодцы люди ночью сделали оплату и они входят в начало вашего периода то есть кто-то вам подмог в этом периоде но в прошлом проворонил и у вас может быть то есть каждый понедельник у вас точка отчета чего вы отталкиваетесь в зависимости от своих планов каждую пятницу вы смотрите идете ли вы по плану может кому-то нужно позвонить и кого-то подтянуть каждое воскресенье к чему вы пришли подводите итог когда вы видите если вы довольны результатом вы говорите какая молодец и прописывайте что у вас особенно получилось что вы сделали правильно и грамотно раз у вас дошли вы до результата если что-то не получился тот результат который вы планировали прописывайте как какие действия вы делали они предположим были не совсем эффективны или предположим вы какие-то действия переложили на следующую неделю потому что у вас вот здесь вот вы не сделали здесь и сейчас или вот то есть вы смотрите что не нужно делать вообще а что нужно сделать на может быть совершенно другим способом то есть реорганизуйте свою деятельность реорганизуйте какие-то мероприятия если они вам не дали результата то есть вы планируете тот же результат но с другими действиями с другими показать не с показателями а с другими какими-то мероприятиями и каждое воскресенье вы подводите итог следующий пункт производить анализ своей деятельности по результатам обязательно вот то о чем я вам говорила именно по результатам периода закончился период берете и делаете анализ по показателям потому что получилось что не получилось потому что успели что не успели потому что планировали но не сделали повлияло это на ваш результат или нет если это не повлияло ну значит замечательно вы можете не делать этого, а возможно, вы понимаете, результат не произошел, потому что вот это вот это не сделал, то есть вы делаете конструктивную критику, то есть вы не критикуете себя ужасно, а вы просто смотрите, из-за чего у вас или получилось, или не получилось, конструктивно, будет очень здорово, если вы эту конструктивную критику напишите на листочке, а потом позвоните своему директору или наставнику и скажете, вот у меня есть пункты, по которым есть моя конструктивная критика, можешь ли посмотреть и разобраться и подсказать, правильно ли я мыслю, я думаю, что директор с удовольствием вам подкорректирует и подскажет, что можно видоизменить в вашей деятельности, но вначале вы делаете это сами, прописывать для себя конструктивное изменение действий, если не тот результат, пробовать до тех пор, пока не получится, никогда не сдаваться, потому что если вы сдадитесь один раз, соответственно вы сдадитесь и в следующий раз, а если это будет уже в регулярности, то можно сказать, у вас ничего не получится. обратите внимание на деток маленьких, они падают, но они все равно залазят, они залазят на стулья, опять падают, плачут, опять залазят, они лезут на стол, они хватают все со стола, им больно, разливают на себя горячие какие-то блюда, они лезут в рамки, это боже правый, что они творят, но они делают до тех пор, пока не получат то, чего хотят. Это показатель. Вот дети, когда те, у кого есть дети, посмотрите на них, они счастливы, даже если им больно, как они учатся ходить, они делают до тех пор, пока не получится. И вот если вы будете делать именно так, то это однозначно у вас все получится. Очень люблю Радислава Гондопаса, и мне очень нравится его алгоритм успеха. Придумал, подумал, сделал, не получилось, погрустил, переделал, получилось, заскучал, придумал, что-то еще, и по-новому придумал, подумал, сделал. Обратите внимание на этот слоган, повесьте его для себя и в великих вам достижений. Представьте, что все просто, просто вы этого боитесь. Не бойтесь, идите вперед, и ваши результаты вас удивят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok